Всем привет! Сегодня мы с вами будем разглядывать мои косметические покупки. Если вам интересно, то давайте приступать. Первое, о чем хочу рассказать, это, наверное, о декоративной косметике, которая у меня появилась недавно. И начну я с того, что вы, возможно, уже частично видели в моем влоге. Это продукты для бровей. Я недавно для себя открыла марку Radiant. В общем-то, это, насколько я понимаю, греческая марка, но сам карандаш был произведен в Германии, как, собственно, практически все карандаши. Карандаши производятся в Германии, потому что там, по-моему, чуть ли не единственный завод, который производит карандаши. Но, тем не менее, марка называется Radiant или Radiant. Оттенок у меня первый блонд. Очень многие после того, как увидели этот карандаш у меня во влоге, спрашивали, как он мне нравится, стоит ли его покупать и так далее и тому подобное. Могу однозначно сказать, что карандаш очень неплохой за одним-единственным исключением. Это вот это. Вот. Вот. Что это? Я даже не знаю, как это назвать. Но я не понимаю, почему производитель решил вместо стандартного, обычного спурика, которым так удобно расчесывать брови, добавить вот это. Не знаю, насколько вам видно, но это просто ужас. Он вообще не расчесывает брови. Эта штука не вычесывает, скажем так, и до такого натурального эффекта. Если слишком сильно расчесать, то вы просто сотрете весь карандаш. Если сильно мягко, то никакого эффекта. В общем-то, вот это вот наконечник, вот это меня, конечно, очень сильно раздражает. Что же касается самого карандаша, то оттенок действительно очень неплохой, за одним-единственным исключением. Под искусственным освещением, особенно вечерним, он может слегка отдавать в теплом подтоне. И если вам это не нравится, если у вас волосы и сами по себе холодного подтона, то это может вызывать очень сильные диссонансы. Особенно если сами волоски на бровях тоже у вас очень холодного подтона. Если вы хотите прям большую область брови заполнять, то тогда, наверное, я вам не буду его советовать, потому что в этом плане вы можете разочароваться. Если вам нужно буквально там чуть-чуть подправить форму, как это делаю в основном я, то тогда выглядит очень даже неплохо. Сейчас этот карандаш, кстати, у меня на бровях. И что хочу вам посоветовать? Если вам нужен именно действительно холодный бюджетный, холодного цвета бюджетный карандаш, возьмите лучше вот такой вот от Faberlic. Это называется Secret Ideal Browse. И номер у него 55-45. Это карандаш для блондинок. И он имеет именно действительно такой очень светлый и холодный тон. Очень классный карандаш. Он стоит даже дешевле, чем вот этот. Единственное, минуса у него вообще никакой расчесочки нет. Поэтому если у вас есть старый карандаш со спуликом, или если у вас отдельно есть такие штуки, отдельно продающиеся спулики, то тоже отлично подойдет. Но у этого его нет. И это, конечно, небольшой такой минус этого карандаша. Но оттенок действительно по сравнению с радиантом этим намного более холодный. Оба светлые. Поэтому если у вас даже такая ситуация, как у меня, то есть волосы светлого тона, но брови такие более темные, скажем так, такого серого тона, или даже может черного, не бойтесь использовать какие-то светлые карандаши, потому что они сглаживают вот этот темный оттенок. И вот у меня сейчас брови, как мне кажется, не выглядят какими-то очень четкими, очень какими-то выделяющимися на фоне моих собственных волос, которые светлого оттенка. И это благодаря тому, что я использую светлые продукты на бровях. Если бы я сейчас прокрасила брови обычным там каким-то серым оттенком, цветом моих бровей, то у меня были бы брови намного более жесткими. И еще, что я использую в последнее время на бровях, это вот такой вот гель от NYX. Называется он NYX Mascara... Нет, неправильно. Называется он NYX Tinted Brow Mascara. Это новинка тоже компании NYX. Это тонирующий гель для бровей. Тоже я взяла в светлом оттенке для блондинок. Он мне понравился, но единственное, я абсолютно не заметила никакого тонирования. Он довольно такой сухенький, держит брови действительно в какой-то нужной форме. Это правда. Но чтобы он тонировал, вот как-то я не сильно заметила. Может действительно эффект очень легкий. И в то же время, как бы, это то, что и нужно блондинкам. Не знаю, как насчет каких-то других цветов. Может быть, в плане там брюнеток или каких-то темных тонов. То он больше окрашивает брови. Но вот именно вот этот вот для блондинок, я вообще не замечаю, чтобы он хотя бы хоть что-то оставлял на моих бровях, помимо какой-то укладки. Поэтому если это то, что вы ищете, можете обратить внимание на этот гель. Еще хочу рассказать вам о штуке, которая уже попала в мои фавориты марта. Если вы вдруг пропустили это видео, то расскажу вам еще раз. Это вот такой вот стик для скульптурирования лица. Это стик тоже от NYX, тоже новинка их. Называется Wonder Stick. У меня оттенок Light Medium. С двух сторон здесь есть продукты. Один из них светлого оттенка, для естественно светлого. Высветление зон на лице. И с другой стороны темный корректор или скульптор, который затемняет зоны. Очень-очень-очень классный продукт. Сегодня я тоже его использовала. Не знаю, как вам заметно или не заметно. Мне кажется, что с его помощью можно создать как совсем такое легенькое скульптурирование, так и очень четкое, такое графичное, которое нужно для фотосессий, для каких-то особых событий. Очень я осталась им довольна. Корректор имеет именно правильный цвет серо-коричневый, который имитирует тень. Легко растушевывается, не исчезает пигмент с лица. Вот что в более бюджетных марках всегда встречается, это то, что даже если цвет хороший, даже если при нанесении нормально, то при растушевке он просто исчезает с лица, и получается какая-то грязь. Так здесь такой проблемы нет. Очень-очень я довольна этим продуктом. И NYX действительно молодцы. Они на весну выпустили огромную просто линейку всяких новинок. И я там половину хочу. Сейчас охочусь за помадками для бровей, но их до сих пор почему-то не добавляют на Beauty Joint. Как только добавят, я 100% тоже себе закажу. В общем-то да, эту штуку можно тоже на Beauty Joint купить. Если будете через Simple, он покупает там 20% скидка, есть там Beauty Joint, в общем-то. Ну, я очень довольна этим продуктом. Я его заказывала как чисто эксперимент. Я не знала, чего ждать от этого продукта. То ли он понравится, то ли не понравится. Ну, стоит он совсем недорого, поэтому решила поэкспериментировать. Но он действительно очень-очень классный. Для тех, кто увлекается таким скульптурированием уже на профессиональном уровне, и не просто там бронзер чуть-чуть нанести, очень-очень советую. Также с Beauty Joint я заказала еще один набор ресниц. Вот такие вот у меня уже есть, только в более таком натуральном виде. И я решила заказать их очень популярный сет, который называется Demi Whispies. Сейчас одни из этих ресниц на мне, и я думаю, вы видите, какой драматичный эффект это делает. Очень-очень классные ресницы. Вот я просто обожаю вот такие вот мультипаки, потому что в них 4 пары ресниц, и каждую из этих пар вы можете при аккуратной носке, ну, где-то раз 5-6, там, до 10 раз, я думаю, точно можно их носить. Классные-классные ресницы. Мне кажется, что раньше они были какие-то даже менее качественные. Сейчас они настолько качественно сделаны. Вот этот вот сам ободок, на котором закреплены эти реснички, его вообще не видно. Он прозрачный такой, силиконовый, и как будто на этот прозрачный силиконовый ободок наклеены пучки. И это выглядит очень натурально, очень красиво. Ни один праздничный макияж без таких ресниц точно нельзя сделать. Ну, как нельзя, можно, конечно, но вот с такими ресницами он совсем по-другому заиграет. Поэтому, если вы любите делать какие-то такие вечерние, насыщенные образы, вам не обойтись без ресниц. И вот эти я очень рекомендую. Натуральные тоже классные, но они вот действительно более натуральные. Если вам надо такой прям вау-эффект, то заказывайте вот эти для Мебыспис. Очень-очень классные. Вот просто пять плюсов им поставлю, и не баллом ниже. Еще осталось у меня здесь несколько продуктов для волос. Тоже попробовала недавно я вот такую вот серию корейскую. Это шампунь и бальзам. Шампунь, я даже не знаю, честно говоря, как называется бренд. Судя по всему, Рио или... Не знаю, в общем-то, как его прочитать. Я вам покажу вблизи. Это серия для того, чтобы увлажнять волосы и восстанавливать поврежденные волосы. Что хочу сказать. Бальзам мне понравился намного больше, потому что он действительно хорошо увлажняет волосы, хорошо распутывает волосы после мытья, после использования шампуня. После использования этого бальзама волосы никак не утяжеляются. Они очень-таки легкие, очень-таки волнистые, очень приятные на ощупь. В общем-то, да, к бальзаму у меня вообще никаких претензий нет. Очень он мне понравился. И у меня вот такая вот большая банка. Пользуюсь я им уже больше месяца, наверное, здесь. Ну, совсем мало я использовала. Может, вот так вот. Ну, здесь не прозрачная банка. Я так просто по ощущениям сужу. Ну, где-то там, наверное, вот так вот еще. Поэтому она очень долго хватает. Что касается шампуня, то шампунь у меня уже практически закончился. Но у него есть одно «но» такое серьезное. В нем используется обдушка, которая у меня вызывает аллергическую реакцию. Если у вас кожа головы чувствительная, и после определенных там продуктов могут появляться прыщики, такие неприятные по коже головы, то я, наверное, не буду рекомендовать вам этот шампунь, потому что у него вот... или отдушка, или что-то другое в компонент. А какой-то другой компонент, скорее всего, вызывает вот такую реакцию. И я уверена просто, что это именно этот продукт, потому что больше я ничего не меняла в плане ухода за волосами. И как только начала использовать этот шампунь, появилась эта проблема. В общем-то, если кожа чувствительная, тогда я не буду рекомендовать. Если у вас такой проблемы никогда не было, ни с какими шампуньями, вплоть до того, что вы там использовали какие-то обычные там недорогие марки, тогда вы можете, скорее всего, не волноваться. Возможно, вам этот шампунь понравится. Но больше я все-таки рекомендую обратить внимание на бальзам. Он действительно классный. И вот такого объема не долго хватает. В общем-то, да, вот такое какое-то у меня мнение сложилось об этом уходе. Конечно, с Марокко Нойл не сравнится, потому что до этого я использовала уход от Марокко Нойл, который просто божественный. Вот этот не настолько, конечно, божественный, но он неплохой. Он, в принципе, поддерживает мои волосы в хорошем состоянии, что от него и требуется. Но какого-то вау эффекта не делает. И раз уж я перекрасилась в блондинку, и сейчас на мне довольно-таки холодный цвет, я занялась вопросом того, как этот холодный цвет сохранить. И вот гуляя по супермаркету, я набрела нам вот такую вот штуку от Гарнье, которая называется Бальзам уход, нейтрализатор желтизны, стойкий цвет, усилитель блонд. Короче говоря, это фиолетовый шампунь. Все вы, наверное, знаете, что фиолетовый, вернее, не шампунь, это фиолетовый бальзам-маска. Вы наверняка знаете, что фиолетовые средства, они как будто убирают желтизну из волос. И многие рекомендуют их использовать для того, чтобы сохранить как можно дольше именно холодный тон в ваших волосах. Пользовалась я этой штукой несколько раз, но как-то я не могу сказать пока, что он действительно что-то делает. Может быть, надо бы пользоваться еще пару раз. Но мне кажется, что сейчас мои волосы выглядят намного более теплыми, чем они были изначально. Поэтому, если так и есть, если вам кажется, что они сейчас такого теплого оттенка, значит, эта штука не работает. Если вам кажется, что они все еще холодного подтона, значит, она работает. Потому что покрасилась я где-то, наверное, уже недели три назад. И за это время пользовалась несколько раз вот этой штукой. И вот сами оцените результат, насколько вам кажется, это работает. Мне пока кажется, что не очень. Но если вдруг я его распробую или распробую как-то по-особенному пользоваться, тогда обязательно вам расскажу. Вот и все. Это были все мои покупочки последнего времени. Надеюсь, они вам понравились. Если остались вопросы о каких-то продуктах, обязательно задавайте внизу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!